Одессы пытаются построить очередной небоскреб на многострадальном французском бульваре. Причем делает это не кто-нибудь, а Национальная Академия Наук. Ученые мужи даже обратились в суд, чтобы лишить соседнее строение статуса объектов культурного наследия. Откуда такое рвение? Разбирался Андрей Анастасов. Это заброшенное одноэтажное строение отделения гидроакустики Института геофизики Национальной Академии Наук. Важная его особенность располагается в удельном переулке в центре французского бульвара. С частным застройщиком ученые заключили договор. Помещение тут отремонтируют, но на месте здания вырастет жилой комплекс. Местные жители возмущены. Ранее здесь же по аналогичной схеме Академия Наук уже отдала корпус строительной фирме. В итоге появился 14-этажный небоскреб. Естественно, это одна из схем, которая превратит опять наш бульвар, наш город в еще одну стройплощадку и убьет такой исторический уголок. Конечно, я считаю, что это вреда, это антигосударственная победа. Во дворе между тем постройки начала прошлого века. Церковь Иоанна Кронштадтского, бывшая богодельня греческого общества, арка с колокольней. Учитывая планируемую застройку, арку и богодельню, областное управление культуры спешно внесло в перечень объектов культурного наследия. Но геофизики и тут проявили прыткость, а протестовали это решение в суде. Члены консультативного совета рассмотрели, единогласно приняли, что это действительно ценная постройка, что его надо взять под охрану государства. Ну а сейчас будут доказывать обратно. Вот тот самый институт геофизики. Тут утверждают, спорные объекты исторической ценности не представляют, поэтому охранять их не нужно. К тому же городская власть, видимо, совсем не против новой высотки. Так и на французском бульваре сколько уже высоток построили? То есть можно дальше построить? Я не знаю, но это же власти городские решают. Наша задача, это рекомендовать наши площади, восстановить рабочее состояние. Вот и все. Застройщик тем временем занял выжидательную позицию. Дескать, проект сейчас заморожен до тех пор, пока Академия наук не решит все спорные вопросы. Пытаемся узнать, если стройка начнется, то насколько высоким будет жилой комплекс. Для того, чтобы определить этажность, надо провести геодезические, геологические изыскания. И, собственно говоря, старт начнется только после того, как будет решен вопрос с претензией. По последним данным, окружной административный суд удовлетворил ходатайство Академии наук о проведении искусствоведческой экспертизы, чтобы установить историческую ценность объектов в удельном переулке. Активисты же требуют, чтобы в этот спор вмешалось Министерство культуры. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.